Дорогие друзья, в гостях издательства «Время» сегодня Ирина Витковская. Мы рады представить вам книгу «Один рыжий, один зелёный». И на Санкт-Петербургском книжном салоне происходит встреча с автором. Стенд издательства «637» у нас в гостях Ирина Витковская. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, нашим зрителям, прежде всего, что вошло в эту книгу и почему она так называется? Потому что вводит она своим названием «Заблуждение». Сразу начинаются вопросы. А что это за цвета? Почему рыжий, почему зелёный? И что в книге с таким необычайным названием встретит читатель? Я Ирина Витковская, московский писатель. Это моя первая книга «Один рыжий, один зелёный». Там две повести. Всё о Мишее, памятник двору и несколько рассказов. «Один рыжий, один зелёный» – это смешное название одного из рассказов. О них невозможно было не споткнуться. Они были двумя ботинками. Один рыжим, другой зелёным. Надеты на вытянутые девичьи ноги в чёрных колготках. Чудесно. Это ботинки, в которых ходит странный, смешной, романтичный, замечательный персонаж Стаса. Одна из моих любимых героинь. Московская девочка. Смешная, но немножко не московская. Немножко мечтательная, романтичная, смелая, храбрая. Готовая любить, влюбляться. Готовая отдавать и получать любовь. Вот такой смешной персонаж, которая прожила свою историю, которую, наверное, стоит почитать. То есть перед нами всё-таки книга о любви прежде всего. Да. «Один рыжий, один зелёный» – это книга о любви. Не о любви в узком понимании этого слова. Юноши и девушки, мужчины и женщины. Это книга о любви всего и вся. Книга о любви к ребёнку, о любви к родному двору, о любви к родному городу, о любви человека к человеку. О любви даже к тем персонажам, которые, может быть, и в жизни-то не очень нас радуют. Но всё же, всё же, каждый герой моей книги имеет право на любовь. И он её получает. Прекрасно, прекрасно. И новая книга, которая скоро выйдет, как она будет называться? Ну, условное название «Принцип сбытия мечт», да, она тоже о том же самом. Она о любви. Я абсолютно остаюсь верной этой теме. Я очень люблю эту тему. Я считаю, что любая книга, которая написана автором, она должна быть о любви в том или ином проявлении. Потому что всё вокруг нас, если основано на любви, оно приносит пользу, продолжает жизнь, продолжает любую историю. Да, прекрасно. Тогда, может быть, вы что-то пожелаете нашим санкт-петербургским читателям, тем, кто сегодня пришёл за книгой, тем, кто сейчас вот сможет её подписать на автограф-сессии и, собственно, поприветствовать прекрасный город Санкт-Петербург. Да, я хочу рассказать о моей повести, которая называется «Всё о Мишель». Это первая повесть в этой книжке, она была очень высоко оценена критикой, и она в январе 2017 года получила премию, очень престижную премию канадскую, город Торонто, премию имени Эрнста Куэя, которая даётся за произведения на русском языке или за переводы удачные на русский язык. Это повесть о необыкновенной девочке, она живёт в вымышленном городе, но я хочу немножко рассказать о её характере. Повесть о любви, конечно, о первой любви юноши и девушки, о необыкновенной жертвенной, светлой, юношеской любви. И главная героиня, она живёт в провинциальном городе, но мальчик, влюблённый в неё, смотрит на неё и осуждает так, откуда она могла взяться в таком провинциальном, абсолютно приземлённом городе, как Вердышев, вот он там, город главный герой этого произведения. Ведь это же такая тонкая, мечтательная, творческая, необыкновенная. Это мушка с золотистыми крыльями, та, которая всё вокруг себя превращает в прекрасное. Ведь Вердышев — это не Питер, не Копенгаген, не города великих сказочников, где в уманах прошлого рождались необыкновенные романтические произведения. Поэтому я хочу сказать, что у меня с городом Санкт-Петербурга действительно необычные отношения. Я с детства, конечно, испытываю пиетет к его улицам, его мостам, его писателям, его тайне. И если я когда-то затрагиваю его в своих рассказах, в своих песнях, то это город-талон. Это город, где собрано всё самое романтическое, в том числе и моя главная героиня, которая достойно будет уходиться для того, чтобы родиться в городе. Спасибо большое. Спасибо. Прекрасный Санкт-Петербург, прекрасный книжный салон. И у нас в гостях сегодня Ирина Витковская. Спасибо автору. Аплодисменты.